Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено тому, как не попасть на деньги при покупке автомобиля. И как бы это, я не знаю, там странно не звучало, мы покажем вам сегодня, где смотреть автомобили в Приморском крае. Почему? Потому что многие не знают, что есть сайт drone.ru. Многие начинают скидывать объявления с авито, с автору. Ну, автору там, ладно, бог еще с ним, да? Но с авито в основном, по крайней мере у нас в Приморье, это идет развод. То есть выкидываются туда объявления с дешевыми автомобилями, которых в принципе не существует. Ну и каким-то образом, в подробности мы бы эти не вдавались, людей разводят на деньги. Мы сегодня посмотрим, разберем ситуацию с автомобилями, которые под заказ и которые в пути. Потому что реально очень много звонков, практически каждый день спрашивают, спрашивают, что такое, почему цена там на 100, там порой и на 200 тысяч дешевле. Вот, откроем, посмотрим, будем звонить, попытаемся с ними поговорить. Ну и наконец-то мы узнаем, что это такое, правда или неправда. Вот, и не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо, кто смотрит. Делайте репосты, пишите комментарии, помогайте нам, чтобы все увидели, что есть такие замечательные автомобили, как правый руль. Вот, поэтому давайте, друзья, подписывайтесь. Ну а мы поехали. Итак, друзья, давайте начнем. Значит, заходим на сайт drom.ru. Кстати, сейчас мы рассмотрим один из самых популярных автомобилей, которые вот, ну мы же сталкиваемся с подборами автомобилей. Именно вот на наш взгляд. Вот, давайте, ставьте на паузу, пишите в комментариях, что это за автомобиль. Небольшой перерывчик. Вот, я думаю, все догадались, что это Honda Fit, Honda Fit именно в гибридном исполнении. Почему Fit? Да потому что, во-первых, это свежий кузов, это внешний вид, это комфортабельность, это небольшой расход, небольшой расход топлива. Это удобство, это хэтчбэк, то есть, ну это реально, это реально удобный автомобиль. Итак, значит, как я и говорил, да, у нас все пользуются сайтом drom.ru. Авито, автору у нас не актуальны. Еще раз повторяюсь, для многих это может показаться бредом, да. Ну как так, drom там знают все. Ребят, поверьте, не все. Также, как и не все знают, то, что есть автомобили электрические, так называемые Prius, Leaf, которые ездят, которые не используют бензин, допустим, Nissan Leaf, да, он заряжается от розетки. Есть гибрид Prius, который наполовину там и от батарейки, и от бензинового двигателя, и много-много чего еще. И так, значит, зашли на сайт drom.ru. Ну, в нашем случае мы выбираем, естественно, Приморье, да, Приморский край, потому что мы живем с вами в Приморье. Основная часть автомобилей, конечно же, продается у нас в Владивостоке. Ну, давайте ставим город Владивосток. Видите, здесь можно поставить плюс 100, плюс 200, плюс 500 километров. Можно выбрать вообще другой город. Здесь очень много фильтров, да. В нашем случае это мы ищем, ищем Honda Fit. То есть, выбираем себе, ищем Honda. Модель, естественно, это Fit. Гибрид, цена, ну, цельник мы с вами указывать не будем. Год поставим от 2014. Кстати, много вопросов, что такое проходные года, что такое непроходные года. Друзья, проходные года это автомобили, возраст которых от 3 до 5 лет. То есть, они везутся там по минимальной растаможке. КПП можно выбрать автомат, любая. Механика, ну, мы это тоже ставить не будем. Также можно выбрать бензин, дизель, электрогибрид. Ну, давайте, чтобы у нас не было там хлама всякого. Поставим гибрид. Объем мы не будем ставить. Гибрида, они все идут полторашки. Привод мы тоже с вами ставить не будем. Обязательно поставим галочку не продано. Что касается галочки фото, некоторые продавцы могут не выставлять фотографии. Поэтому фото мы убирать не будем. Объявление на собственника нам тоже не нужно. Кузов ставить не будем, цвет ставить не будем. Ну, видите, да, то что, как бы параметров. Параметров довольно-таки много. Отчет ГИБДД, сертификация. Ну, это все нам нафиг не надо. Ключевые слова тоже писать не будем. Мощность двигателя писать не будем. Единственное, еще поставим галочку без пробега. Итак, цены, конечно, подросли на автомобиле. Значит, что мы видим? По Владивостоку, по Владивостоку у нас целых 4 страницы автомобиля. Давайте сейчас прикинем, да, прикинем, сколько они стоят здесь. Допустим, вот Элька, да, по комплектации Элька – это одна из лучших комплектаций. Значит, если пометочки небольшие буду делать, значит, 2015 год, Элька, пробег здесь не указан. Сейчас мы посмотрим на одометре пробег. Пробег 49 тысяч, да? 49 тысяч километров пробег. Вот, ну, пробег, естественно, нужно проверять. Стоимость автомобиля – 725 тысяч рублей. Аукционный лист здесь не выложен, нет его. Сейчас несколько автомобилей посмотрим. Итак, значит, 2015 год, Элька – 725 тысяч рублей. Вот, смотрите, гибрид. 16-й год, 16-й год, 4 ВД, состояние хорошее. Аукционная статистика, не путайте с дорестайловой модели. У меня рестайл с улучшенной трансмиссией, 16-й год. Итак, 3,5 балла. Так, 3,5 балла – 112 тысяч пробег. Ну, судя по аукционному листу, автомобиль в целом. Но, опять же, конечно, нужно проверять. Итак, так, а это у нас по комплектации. Это у нас простенькая комплектация. Давайте мы тоже его возьмем, как бы, на заметочку. 2016 год. Так, пробег еще раз. 120, сколько тут? 112 тысяч. 112 тысяч. Стоимость автомобиля – 685 тысяч рублей. Это автомобиль 4 ВД. Ну, вот, еще какой-нибудь примерчик возьмем. Вот вы потом поймете, для чего мы все это делаем. Что у нас это еще есть? 16-й год, 1,5 литра, 4 ВД, 645 тысяч, 66 тысяч пробег. Цены прям, прям подарок цена. Сразу по-дальше. Так, 16-й год. Вот, 16-й год, да, вот это вот уже, наверное, ближе к теме. В плане аукцион, статистика, зеленый угол, 10-я стенка. В плане соотношения цена-качество, там, 72 тысячи пробег, 735 тысяч. Давайте посмотрим аукционный лист. Выложен у нас такой какой-то наполовину. Да, присутствуют какие-то коцки, но такого, знаете, глобала, там, покрасок я никаких здесь не вижу. А2, А2, А2. Так, а что у нас с пробегом-то? С пробегом у нас что-то непонятное здесь происходит. Вот так, наверное. Как бы нам еще перевернуть пробег. 72 тысячи, да. Так, ну давайте. Еще один возьмем. Так, 2016 год. Сейчас, ребят, посмотрим по комплектации, какой он. Что на себя представляет. Ну, комплектация простая, не мультируля, ничего там нет. Да, комплектация простая. Итак, 16-й год, 16-й год, пробег 72 тысячи, 735 тысяч рублей. 4 МВД у нас идет автомобиль. Итак, и так, и так, собственно, ну вот еще. 15-й год, 15-й год. Так, простая комплектация, давайте какую-нибудь хорошую найдем сейчас еще. Вот смотрите, Эско. Эско это идет максимальная комплектация. Так, только со склада, полный заряд авто. На фото все и так видно. Есть вопрос, задавайте, в наличии другие автомобили? Другие автомобили, это понятно. Так, что видно, там аукционного листа-то нету. Ну, мугин у тебя, обвес. Два ключа, стоечка, там подвесочка какая-то другая стоит. Фотографии с Японии. Вижу. Да, конечно, шикарно смотрится автомобиль. Проверено дром, коврики модные. Ну, конечно, круто, конечно. Полный мультируль идет. 77 тысяч пробег. Сколько он стоит? 865 тысяч рублей. Ну, конечно, круто. Круто. 865 тысяч. Так, давайте что-нибудь сейчас глянем еще, наверное. Голубенький. Кстати, вот многие, мы там голубой цвет не хотим. Знаете, шикарно смотрится. То есть, на фотографиях как-то вот оно одно, а по факту совсем другое. Прямо реально шикарно смотрится голубой цвет. А что это у нас? Элька комплектация. Элька комплектация. Только круиз. Мультируля нет. Номер кузова есть. Пожалуйста, можете статистику смотреть. Так, и так, значит, тоже шестнадцатый год. Элька комплектация. Пробег 80 тысяч. Цена 735. Это передний привод. Передний привод. Вот, ну, посмотрели мы с вами четыре автомобиля, которые в наличии у нас, не под заказ. Находятся они, скорее всего, на авторынке, да. Так, это у нас ближайшие города. Смотреть мы это не будем. Ну, давайте перейдем, перейдем к самому интересному, да. Вот, допустим, первый автомобиль. Первый автомобиль у нас пятнадцатый год. Полтора литра. Четыре ВД. Комплектация простая. 462 тысячи рублей. Ну, где вы видели такие цены? Пробег указан, да. А, 168 тысяч. Ну, может быть, 168 тысяч. Ну, откуда цена 462 тысячи рублей. Смотрим, что написано. Автомобиль под заказ из Японии. Сроки поставки 15-25 дней. Цена со всеми таможенными платежами. Под ключ. Движители ДВФО. Ну, понятно. Возможно, поставка авто в кредит. Также рекомендуем посмотреть наш сайт. 462 тысячи рублей. Цена подарок. Итак, дальше у нас идет. Дальше у нас идет ФИТ-17 год. 4 ВД за 550 тысяч рублей. Ну, опять же, шикарная цена. Светодиодные фары. Датчик света. Боковые зеркала в цвет кузова. Ну, чего здесь только... Чего здесь только нет. Адрес офиса Мордовцева 3. Цена в пути. Указана конечная цена в городе Владивосток. 19-й год. 4 ВД. 597 тысяч рублей. 4-цилиндровый двигатель. Клиренс 150 миллиметров. 110 лошадиных сил. 110 лошадиных сил. Заманчивые предложения. Ой, какие заманчивые предложения. Вот. Это 16-й год. Серый цвет. Полторашка. Ищешь ФИТ-звони. Любые Хонда ФИТ-с аукционов. Также вся легковая техника с нашей помощью. Выбирайте честные автомобили с аукционов. Это не код-мешки. Мы занимаемся привозом автомобилей спецтехники. С Японией работаем уже 8 лет. Офисы Владивосток. Находка. Отправляем по России. Так, ну что. Давайте сейчас наберем одну из этих компаний. Так, ну давайте, наверное, попытаемся по вот этому позвонить. Черненький, 19-й год. 4 ВД. Полторашка. 500. 597 тысяч рублей. Так. 343. 28. 30. Доброе утро, Регион Астой, Эдуард. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот автомобиль у вас продается под заказ. Ну, в пути указан. ФИТ-19 год. 597 тысяч рублей. Что это за автомобиль? Где опеления увидели? Где на дроме? На дроме. Сейчас, секунду, я открою базу. Угу. Как могу по-моему обратиться? Александр. Черного цвета, 597 тысяч. Да. Да, что хотелось узнать? Как его купить можно? Его купить, ну то есть это под огоньку кодажа. Он придет, придет на анонтировочный 12-13 апреля, на него очередь 5 человек. То есть приходите, смотрите, ну, кому, скажем так, первому понравится, тот забирает. А что с машиной происходит? Что еще раз? Ну, пробег, состояние автомобиля, аукционный лист. Угу. Автомобиль без аукционного листа, он купил со стоянки в Японии. Состоянки, да? То есть на Упонии никогда не заходил. А пробег какой у него? Пробег 7 тысяч в него. Сколько? 7 тысяч. 7 тысяч. Ну он целый, нет? По кузову. Визуально, то есть, ну, у меня есть информация, что тут бит по передней части, были зеленые подушки безопасности, и, ну, значит, были злиплены, у нас есть вкладка по ним. Был восстановлен, там же в Японии, скорее всего, пакистанцами, экстральным методом. А кто такая цена везется с целью при продаже? Так я тоже на продажу беру, мне как бы не особо там принципиально-то. То есть, получается, что, его забронировать никак нельзя, договор с вами заключить нельзя, по факту приходите, смотрите? Да, да-да-да, верно. Хорошо, а вы мне номер кузова можете дать на автомобиль? Алло. Алло-алло. Номер кузова на автомобиль можете дать? Нет, сейчас, в данный момент, нет. Я перезвоню вам. Хорошо. Когда вам перезвонить? В течение получаса. В течение получаса. Так, а когда вы говорите, он приходит? 12-го, 13-го числа. 12-го, 13-го числа, 12-го, 13-го числа. Все хорошо, я через полчасика вам перезвоню, спасибо. Все, добро. Так, ну вот, видели, да? Человек продает автомобиль, человек не видели, а слышали, продает автомобиль. Номера кузова нет, очередь из пяти человек, машины на аукционе не была, пробег 7 тысяч. Подушки взорваны, восстановлен пакистанцами и так далее. Так, ну, давайте, чтобы его не потерять, чтобы его не потерять, я вам сейчас номер телефона запишу. Через полчаса, через полчаса я ему буду звонить. Вот, немножко сразу не сообразил, да, то есть, нужна была еще немного другая информация. Так, я ему звонил в 9.40, да, надо где-то в 10, в 10.10 ему нужно будет позвонить. Сейчас хочу позвонить в другую компанию, да, ну, поговорить с ними по ценам, сколько стоит привезти автомобиль, какие у них идут расходы по Японии, там, по всему, по всему, по всему. Итак, друзья, то есть, они сами перезвонили, не успела взять трубочку, сейчас наберу их, спросим. Приветствует автоответчик, оставьте сообщение после звукового сигнала. Уже приветствует автоответчик. Ну, подождем, давайте подождем немного. Так, и вот сразу меня перенабирают. Алло. Алло, алло, по фиту звонили вы? Да, да, да. Записывать номер кузова? Пишу. GP6? GP6, так. 120? 120. 40. 40. 58. 58. Все, спасибо большое. А с какой целью вам? Что с какой целью? Номер кузова? Да. Ну, посмотреть пробег, там, посмотреть состояние, в каком он был. Ну, он на аукционы не заходил, это не аукционы автомобиля, куплены со стоянки. Ну, я понял, если не найду на аукционе, значит, не найду, что поделать. Ну, ладно, просто он со стоянки, и он сейчас находится в Японии, поэтому все равно даже фотоописи его не найти, в любом случае. Так он за три дня придет в Россию, вы уже сказали, 11-12, или как? Он грузится, там уже не грузится? Да, но фотоописи еще не приходило. Так, ну все, я понял. Спасибо, спасибо. Все, ладно, добра. Так, ну что, номер кузова у нас есть. Попытаемся сейчас мы поискать его по статистике, данный автомобиль. Давайте сейчас еще одного наберем. Получается, 17-й год за 595 тысяч рублей. 595 тысяч рублей. Ну, и поспрашиваем по расходам. То есть, узнаем насчет вот этого автомобиля, и есть ли заказывать у них автомобиль. Так, тишина. О, пошел. Гудок. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у вас на дроме висит объявление ФИТ-17 год, 595 тысяч, 4ВД гибрид. Ага, так. Как его приобрести? Так, ну, да видите, объявление под заказ. Статистические данные пациентов привозились в машину. Это рекламного характера идет объявление. Рекламного характера, хорошо. Тогда можно мне проконсультироваться у вас? Ну, ФИТ мне нужен на продажу, вот такого плана. На продажу. Вы с аукциоником хотите продавать, или аукционик сами сделаете? Ну, конечно, хотелось бы с аукциоником продавать. То есть нужен честный автомобиль? Честный автомобиль. Ну, чтобы подешевле взять на перепродажу, при этом заработать, тогда надо либо комплектацию попроще, либо пробег поменьше, чтобы полугодни машину купить. Ну, смотрите, вот, допустим, на примере вот этого объявления. 17-й год, да? 67 тысяч. Что у него с кузовщиной? Ну, это в основном машины покупались со стоянок топленые, битые машины. Сейчас не возле компьютера нахожусь, не могу точно сказать. Ну, вкратце, вы мне можете проконсультировать? Нет, хочу фит-аут с пробегом до 100 тысяч целого, ни топлика, ни битого. Давайте я буду возле компьютера, гляну по статистике, какого варианта можно вам подобрать, относительно недорогого. Потому что гибриды в УДО, они подороже, конечно, идут. А вы компания или вы частная лица? Компания, компания, автотрейдинг у нас, конечно. Компания, то есть у вас договор, все заключаем, да, с вами? Да, только на основании договора мы можем начинать работать, никак не раньше. Но сначала я вас проинформирую, информацию поскидываю, посмотрите, если заинтересует. Не вопросик, заключим договоры, будем вам покупать машину на перепродажу. Хорошо, я после обеда вам перезвоню, спасибо. А у вас есть WhatsApp в этом номере телефона? Да, конечно. Вот на него и поскидываю информацию после обеда. Хорошо, спасибо. Ага, до свидания. Так, ну, смотрите, здесь ситуация такая, то есть человек, он, в принципе, он сказал правду, да, то есть это как, вот это объявление носит рекламный характер, вот, ну, короче говоря, специально. Ха-ха, ну, хоть правду сказал, по топлякам тоже, тут, ну, как бы сказать-то ничего, ему такого плохого не могу, вот, так и нафига это дело. Хотя, что нафига, еще раз повторяюсь, объявление носит рекламный, рекламный характер. Ладно, давайте, что мы сейчас с вами, как поступим? В принципе, я думаю, с этими объявлениями все понятно, по большей части это, конечно, развод, где реклама и так далее и тому подобное. Сейчас наберем какую-нибудь аукционную компанию и поинтересуемся у них, сколько же будет стоить привезти такого, такого фита. Как мы сейчас с вами поступим? Давайте мы сейчас в интернете наберем, наберем аукционную компанию, да, кто занимается привозом автомобилей. Так, я даже не знаю, что написать-то. Авто, аукционы, Япония. Япония. Ну, вот, в первую попавшися. Зайдем, зайдем и сразу будем звонить. Так, что у нас тут есть? Сайт, звонок по России бесплатный. Так, как купить авто в Японии? Нужно оставить заявку на сайте, либо связаться с нами. Оформление, заключаем договор. Вносите гарантийный депозит, поиск, подбор, покупка, доставка в РФ. Тарифы. Так, что такое вот тарифы? Тарифы, тарифы. Тарифы по доставке автовозами. Автовозами. Japan Star Company. Ну, автовозы нас на данный момент не интересуют. Договор. Так, паспортные данные. А, это вот уже нам предлагают... Это уже нам предлагают сделать договор, да? YouTube. YouTube у них канал есть. Так, ну, может, потом зайдем, посмотрим. Так, отзывы. Отзывы есть. Ну, вот, знаете, если честно, я в такие отзывы не верю. Хотя... Хотя, может быть. Может быть, конечно. Так. Сориентироваться сразу не могу. По сайту у них. Вот, я так понимаю, вот это что-то типа у них статистики, да? Давайте посмотрим. Так, Honda. Honda, Honda Fit нам нужен. Honda Fit год. Вот, ну, давайте поставим там с 14-го года. Скайп по 20-й год стоит. Рассчитать, что вас, да, под полную пошлину. Так, ну, кузова мы ставить не будем. Возьмем балла 4. 4. Пробег возьмем до 150 тысяч. Найти лоты. Есть у нас какие-нибудь лоты? Ну, да, какие-то лоты повылезали. Итак, GP5 голубой цвет. Полторашка. Пробег 105 тысяч. Обойдется он, внимание, 721 тысяча. Давайте посмотрим. Ну, да, он L-ка. L-ка. Кузов целый. Пробег 105 тысяч. 4 балла 721 тысяча. Хорошо. GP5 кузов. GP5 кузов. 4 балла. 4 балла. Понять не могу. Получается, он и в иенах продан дороже. Здесь он вылазит дороже. Хотя комплектация у него проще. И пробег у него больше. Хорошо. Давайте, давайте так, 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 так. Что у нас было с вами на дроме из реальных объявлений? L-комплектация. Пробег 49 тысяч. 15-й год. Давайте пробег поставим с вами поменьше. Пробег поставим тысяч до 80. 54 тысячи пробег. 15-й год. 741 тысяча рублей. Я так понимаю, это, конечно, цена в городе Владивосток. Кузовсина целая. Вот там А3 какая-то есть. 4 балла. 4 балла. Комплектация тоже хорошая. 720, 756, 765, 763, 827. Ух ты, это что такое за 800 и 27 тысяч. Пробег 73 тысяча. А если будет, если нажать, заказать такой же, ну, понятно. Система обратной связи. Обратной связи. Вот видите, меньше 600 тысяч, ну, вообще я не вижу. Ну, вот, допустим, 17-й год, пробег 77 тысяч, 654. А, видите, он 1,3. Он 1,3. Передний привод. Тоже пузов целый. 547 тысяч, 72. А, какой 547 тысяч? 547 тысяч, это конструктор. Куда я смотрю-то? Это все конструктора. Ладно, давайте будем звонить им. Будем звонить, узнаем, вообще, что для этого требуется, чтобы заказать автомобиль из Японии. Так, будем на длинный номер звонить. 8 800 555 98 07. Ждем ответа. Пока посмотрите, вот, цены все-таки. Хорошо, а если взять 1 балл на автомобиль? Это топля какой-нибудь. Вот, 1 балл. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как через вас автомобиль заказать? Вот, пока просто консультируемся, как это вообще выглядит. Какие расходы, договор, как, куда, что оплачивать. Да, я понимаю. Да, выглядит все достаточно просто. Для начала определяемся с машиной и бюджетом. То есть смотрим, насколько это вообще реально. Варианты примерные, на что можно регистрируется, чтобы вы понимали, какие машины, на какие деньги продаются. И если все устраивает всех, то заключаем договор. Заключаем договор. После чего выносите депозит. Депозит. Если у нас бюджет, то миллион рублей 40 тысяч. И если свыше миллиона, 10% от итогового бюджета. И начинаем машину торговать. Как только что-то появляется на аукционе подходящее. То есть если это куплярная машина, то там практически каждый день. Варианты отправляю вам. Смотрите. С вами согласовываем. И если все устраивает, то делаем ставку. И так до тех пор, пока ставка машины сыграет. Машину в Японии выкупили. Но с этого оплачивали расходы по Японии. Их оплачиваете через банк. Напрямую в Японию в Виенах. Там ничего сложного. Расскажу все просто. Мы теряем расходы и ждем, пока машина не придет. Если это полная пошлина, не конструктор, не распил. В среднем с момента покупки месяц. И машина уже растаможена в Новгороди-Востоке. После чего брокеры выставляют счет. Оплачиваете пошлину. И машина забирается. Либо мы ее отправляем куда нужно быть по России. Так, ну вкратце, вкратце. Я понял вас. Подскажите. Но мы же с вами сумму обговариваем в договоре. Указываем сумму конечную по автомобилю. Очень плохо слышу вас. Алло, сейчас слышно? Да. Я говорю, мы же с вами сумму обговариваем в договоре конечную стоимость автомобиля. Да, конечно. Бюджет такой указывается. По бюджету можем также ставки с вами варьировать. То есть машин много. Ну опять же, если это популярная машина, любая даже. Есть разные варианты. Есть битые, есть целые, есть в среднем состоянии, есть прям в идеальном. По каждой машине можем ставку в дальнейшем индивидуально обсуждать. То есть какая-то машина вам понравилась очень сильно, вы на нее готовы дать еще больше, чем вы там изначально договаривались. Ну ставим больше. Какая-то наоборот нравится меньше, какой-то может быть дефект есть. Ну я смысл понял, смысл понял. Поставили поменьше, да. Смотрите, вот ФИТ интересует, гибрид с пробегом тысяч до ста, ну в какой-нибудь комплектации, чтобы Элька была. Да, Элька. Примерно. Как бы я на сайт у вас зашел, посмотрел, вот эту аукционную статистику, сориентироваться на вот это нужно, на вот эту цену. Сколько пишите, скажите. Может немножко неправильно. Да, и я просто так-то быстро не могу сориентироваться. Так. Еще поняли. Ну а там итоговые цены писал он нам? Нет, а он-то пишет. Я же не могу понять, где какая комплектация. Это ж нужно зайти, посмотреть. Ну вот, допустим, черный пробег 54 тысячи, 15-й год, 740 тысяч пишет. Ну, плюс-минус. Там по 15-му году единственное нужно смотреть внимательно. Они могут быть очень много и с 15-го года уже непроходных. То есть он, там же по месяцам и тут проходные и непроходные машины. Да, да, да. Если, допустим, мы сейчас машину покупаем 15-го года, но начало года выпуска, там пошлина другая уже будет. И они как бы подешевле продаются, чем проходные, поэтому может быть чуть ниже цена там, ну, чем она по факту будет за подобную машину. Давайте я вам сейчас лучше примеры по элькам посмотрю и на WhatsApp отправлю полный бюджет от минимума, там за что можно будет взять, и до максимума, сколько самое дорогие уходит. Все, хорошо, хорошо, будем ждать. На этом номере, да, WhatsApp у вас? Да, 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 на этом номере есть WhatsApp. Хорошо, сейчас посмотрю. Все, спасибо, хорошо. Не за что, до свидания. Так, ну вот опять обещали отправить на WhatsApp. На WhatsApp. Ну, как бы, ребят, не вижу ничего такого криминального, да, то, что мы там делаем, вызваниваем, спрашиваем, все для вас, стараемся. Вот, давайте дождемся ответов на WhatsApp, на WhatsApp. Ну и посмотрим. Ну, как бы, долго ждать не будем, потому что я уже не знаю, сколько мы записываем видео. Там час-полтора его смотреть никто не будет, если там не влезет в это видео, да, то сделаем, сделаем потом другое, дополним его. Друзья, ну из дома уже ушел, не знаю, как будет это выглядеть на камеру. В общем, мне пришел запрос того автомобиля, который изначально у нас с вами был черного цвета, черного цвета, помните, да, когда, ну с кем, я не знаю, там с менеджером, наверное, разговаривал. Вот не знаю, как вам видно, или так, или вот так. Когда я спросил у него номер кузова, номер кузова спросил, он там запнулся, молчание у него какое-то было. Итак, смотрите, значит, получили мы с вами номер кузова. Что мы видим? Тот автомобиль был черного цвета, автомобиль был 19-го года выпуска. В данный момент автомобиль 16-го года выпуска. На том автомобиле мне сказали пробег 7000, но хотя это уже в принципе не важно, да, потому что нас тупо просто наем, как говорится. Короче говоря, накололи, обманули, слили, дали совершенно другой номер кузова. Ну, все равно, давайте посмотрим. По тому номеру кузова, который дали, в статистике автомобиля, автомобиль не нашли. Нашли его по другим базам. Как видите, да, подушки взорваны. Получил хорошо, как бы, по правой стороне. Правая сторона, ну, вся тут. Такие автомобили, подушка, вон, взорвана. Пассажира взорвана, стекло лобовое разбито. Комплектация не та. По морде нужно смотреть уже вживую. Вот, казалось бы, смотрите, вот по морде получилось совсем чуть-чуть, да, а подушки уже взорвались, потому что фит такой, такой вот автомобиль. Не то, что фит, да, Honda. Ну, правая ботина вся вот, вся такая пошорпана. И арка, и порог, и двери под замену. И надо стойки еще смотреть, что за дверьми у нас скрывается. Вот панель кузова за передним правым крылом тоже надо смотреть. Что там происходит. По подвесочке тоже надо смотреть. Вот какие-то подтеки непонятные. Ну, это все догадки, это, конечно, все по фотографиям. Подвеска, балка, рычаг. Да, рычаг тоже задет. Ну, подвеска-то не есть, конечно, хорошо, когда задевается. В общем, отбойник. В общем, вот такой вот, вот такой вот автомобиль. Это что у нас такое? Это подкрылки, где нету. Я, конечно, могу ошибаться, да. Но, судя по всему, вот открыта передняя правая дверь. Вот она идет, стоечка. И аж стойку внутри подзамяло немного. Порог по левой стороне тоже замятый. Что-то еще интересного есть. Ну, понятно, подухи горят. Пробег 70 тысяч. Вот, друзья, поэтому, поэтому как-то вот смотрите, чтобы вас не накололи, не обманули в таких ситуациях, в таких покупках. Ребята, ну, что мы можем с вами подытожить? Итак, начнем. Первый человек, первая, не знаю, компания, вроде компания, да, куда мы звонили по поводу фита черного. Скинули совершенно не тот номер кузова, совершенно на другой автомобиль. Короче, на Енос. Обманули. Вторая компания. Дядька сразу сказал сходу. Ну, я только не понял, компания, не компания это была. Ну, вроде как компания. Хотя он говорит, я что-то там не в офисе. Срен его знает, может, он на карантине. Вот. Вторая, значит, компания. Сразу сходу говорят, что это у нас рекламное объявление. Якобы там, может, не якобы, не знаю, проданные автомобили. Ну, короче говоря, для рекламной компании. Вот. Типа, за такую стоимость, я уже не помню, сколько он стоил, за такую стоимость хорошего автомобиля не будет. Будет какой-то топляк, там, битье, подушки взорванные. И еще что-нибудь. Третье. Компания. Ну, это уже мы набирали в интернете. Japan Star, да, она, по-моему, называется. В принципе, ну, если вкратце, да, конечно, информации мало было получено, потому что можно там полчаса с ними разговаривать, можно вопросы заранее приготовить, да. Вот. Но, в принципе, вкратце все ясно и понятно. Хочешь заказать автомобиль, если он стоит до миллиона рублей, предоплата 40 тысяч рублей, мы начинаем работать. Окончательная стоимость в договоре, я так понял, вроде как будет прописана, но, опять же, допустим, хотели машину себе за 800 тысяч, вот что-то где-то там с косячками какими-то, можем поменьше купить, а если вдруг попадется прям супер-супер идеал, то можем ему денег, в принципе, с вами добавить. Вот. Но это тоже ясно и понятно. Обещали скинуть подборочку, подборочку скинули, вот. Стоимость от 710 до, по-моему, 930 тысяч за хорошую машину. Ну, я ему сказал, по-моему, с пробегом до 100 тысяч, да, комплектация L, ну, за 710, не знаю, вряд ли, конечно, будет комплектация L с пробегом до 100 тысяч, чтобы кузов был целый. Вот. Так что примерно вот такая вот ситуация. Всем спасибо, кто смотрит наше видео до конца. Спасибо новым старым подписчикам. Не забывайте подписываться на наш канал. Всегда будете в курсе событий. И также напишите в комментариях, да, как вам вот такой вот формат, формат вот такого, вот такого видео. Надеюсь, всем понравилось. На сегодня все, всем пока. И вот еще такой, вставочка такая небольшая, понаставили у нас в городе камер понавешивали. Вот эти указатели поставили, стопы. Вон там стоит камера. Ну, короче говоря, за ступлением переезжать нельзя. Все, всем пока.